Раз, два, три! Ура! За водой к водозаборной колонке, установленной в 1938 году в поселке Ильинский, на улице 6-й долевой просек, ныне улицы Парижской коммуны, ходили и старый млад. По тем временам подобная система водоснабжения была большим достижением. Многие поколения людей могут вспомнить, как в свое босоногое детство жарким летним днем утоляли здесь жажду. Эти времена для многих ильинцев несут теплые воспоминания. Увековечить их и водозаборную колонку решил директор территориального управления Ильинский Сергей Демин. Бронзовую скульптурную композицию за водой открыли 19 сентября. Ее выполнил заслуженный художник Российской Федерации Олег Закоморный. Когда проезжал по этой улице, всегда думал, когда же либо ее кто-то украдет, заберет к себе, и всегда думал, надо как-то сохранить, либо ее демонтировать и оставить для будущего музея. Но вот пришла в голову такая мысль, сохранить именно вот эту колонку, добавить интересную композицию. Мы пригласили скульптора, показали место, начали, так скажем, группой работать над этим проектом. Я помню, когда я был маленьким, мне очень было трудно накачать, потому что требовалось усилие. Я всем весом повисал на ней. Поэтому как-то вот этот мальчик у меня получился такой, что он с большой силой жмет на колонку, чтобы добыть воды, ну, вероятно, для своей сестры. Ну, в этом есть тоже такой гротеск, какой-то добрый юмор. Ну, то есть это какие-то воспоминания детства, это какие-то добрые эмоции, это какой-то посыл зрителю для такой очень позитивно-человечный. Некоторые вещи для нас переходят из истории. Мы ими дорожим, и недаром многие из нас имеют дома какие-то вещи, которым уже очень много лет. Они выглядят, в общем-то, достаточно уже архаично. Но мы их бережем. Почему? Потому что это история. Нам это дорого. И очень хорошо, что администрация и Сергей Владимирович решили это сделать именно здесь, потому что это воспроизведено в стопроцентном соответствии с тем, что здесь было, раз. И что самое главное, доброжелательное отношение жителей, и мы поблагодарим жителей, которые живет у нас за спиной, с тем, что он все это время помогал реализовывать этот проект. На разработку и создание ностальгической скульптурной композиции за водой ушло порядка двух месяцев. Бронзовое тонированное извояние отливали в городе Жуковский, и выполнено оно в единственном экземпляре. Фигуры детей получились жанровыми, в динамике, а их рост соизмерим нормам человеческого восприятия. Он же в движении, и вот эта большая его бумажная пилотка, значит, малярная такая, она тоже закинута кверху. Ну, вот сейчас, да, его высота его 170 сантиметров, а девочке, по-моему, 120 или чуть побольше. Когда сейчас открылся этот памятник, я Виктору Анатольевичу говорю, вот прям как я в детстве, потому что вот мы всегда, именно, что у нас, вот шорт и больше ничего, вот так мы летом и всегда гуляли. Вот, и именно, да, нога была обязательно поднята, потому что всегда там была лужа под колонкой, да, и мы одну ногу всегда поднимали. Скульптурную композицию прекрасно дополнила вода, циркулирующая по кругу, как это свойственно фонтанам. Это оживило бронзовое извояние, сделав его одним из необычайных арт-объектов поселка Ильинский и даже Раменского городского округа. Нет, товарищи, не зря. Есть и реки, и моря. Мы были за этот проект, он был интересный, необычный. Очень милый, уютный получился скульптура, да, то есть она такая, надеюсь, что теперь можно здесь, например, назначать встречи. Давайте встретимся около скульптуры за водой. Вот, и это очень, очень хорошо. Фотографироваться, назначать свидание, слушать успокаивающий шум воды и даже проводить творческие встречи. Все это применимо по отношению к скульптурной композиции за водой, несущей эстетическое, зрительное и слуховое удовольствие. Марина Миткевич, Игорь Чернышев для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова